В таком масштабе соревнования по силовому многоборью среди пожарно-спасательных подразделений во Владивостоке проходили впервые. Состязания были организованы под открытым небом специализированной пожарно-спасательной части на острове Русский. В них приняло участие 11 команд и более 70 профессионалов своего дела. В данных соревнованиях принимают участие не профессиональные спортсмены, а те люди, для кого сила, ловкость, координация и скорость действий важна при их реальной работе по спасению жизни, при тушении пожара, при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в общем, в повседневной жизни пожарных. Перед участниками стояла непростая задача – как можно скорее преодолеть полосу препятствий. Соревнующиеся перед линией старта совершали 10 махов гири, бежали к следующему этапу и выполняли 10 отжиманий и упражнения со штангой. Далее – кантование покрышки 100-килограммового колеса путем ее переворачивания. Следующий этап – с помощью кувалды переместить покрышку колеса меньшего диаметра. Потом, соединяя пожарные рукава, проложить рукавную линию на расстоянии 40 метров. Затем участники сматывали эту линию способом восьмерка. Суть следующего этапа под названием «трастеры с гирями» заключалась во взятии гири на грудь и глубоком приседе. Далее необходимо было выжать их над головой до полного выпрямления рук. И так 10 повторений. Самые зрелищные испытания были в финале. Здесь выполнялась транспортировка манекена пострадавшего и перемещение автомобиля. И все это в полной экипировке, которую составляют комплект боевой одежды с подстежкой, сапоги, краги, каска и подкастник, ремень и металлический дыхательный аппарат. Считай еще плюс 20-25 килограммов ко всем упражнениям. По эмоциям пожарных и спасателей, вышедших на трассу, было видно, насколько тяжело им давались упражнения, какие усилия они делали, чтобы преодолеть себя. Ну, самым сложным в пожарном грузовике данное соревнование, я считаю, это перенос колеса трактора. Там самым сложным является то, что надо поймать равновесие и пронести 20 метров его, не уронив. По итогам соревнований победители будут представлять Приморский край на первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей, который пройдет 29 апреля в городе Иркутск по инициативе Сибирского регионального центра МЧС России. Данное многоборье, основанное на принципах кроссфита, впечатляющее спортивное событие. Это демонстрация физической силы, выносливости и высокого профессионального мастерства сотрудников МЧС России. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.